Возможно, вы слышали об инциденте, произошедшем с Ридли Скоттом. Кинокритик Антон Долин назвал его недавний фильм «Последняя дуэль» более реалистичным, чем некоторые предыдущие работы режиссера. Ридли Скотт решительно не согласился, однако многие его фильмы действительно достаточно далеки от исторической правды. Один из них — «Гладиатор». Как выглядел Древний Рим эпохи императора Комода на самом деле? Давайте в этом разберемся. Если вам нравятся наши видео по истории, подписывайтесь на канал и ставьте лайк под этим роликом. На весь облик фильма повлияла одна единственная картина. Она вдохновила всю съемочную команду и самого Ридли Скотта. Он говорил про нее, «Эта картина показала мне Римскую империю во всей ее славе и порочности. Я сразу все понял, меня это здорово зацепило». Это картина «Полики Верса», работа Жан-Леона Жерома, написанная в конце XIX века. На ней изображен гладиаторский бой. Победитель смотрит на зрителей, ожидая жеста Полики Верса, который решит судьбу побежденного. Что же это за жест и что он значит на самом деле? Гладиаторские бои – один из самых известных и ярких образов Древнего Рима. И, конечно, каждый помнит жест, которым император Комат мог погубить проигравшего воина или даровать ему жизнь. Считается, что его судьба зависела от направления большого пальца – вверх помиловать, вниз казнить. Но на самом деле реальные римляне так не делали. У них действительно осуществовал жест Полики Верса, что переводится с латинского как «с повернутым большим пальцем». Этот палец сам по себе означал печальную участь воина. Мы не знаем, куда был повернут палец – вверх, вниз, в сторону, по направлению к горлу или как-то иначе. Но в любом случае он обрекал на гибель. А вот если воину хотели сохранить жизнь, показывали закрытый кулак. Все потому, что большой палец в римской символике обозначал власть и могущество, и таким образом организатор игр их проявлял. В «Гладиаторе» император Комат часто использует этот жест. Сложно даже сосчитать, сколько человек он погубил. На самом же деле убийство воинов на арене было не таким уж частым явлением. Опытным бойцам в случае поражения почти всегда сохраняли жизнь, и даже новички в большинстве случаев выживали. Конечно, вероятность погибнуть до завершения схватки была велика, но когда решали судьбу «Гладиаторов», всегда помнили, что живой боец лучше мертвого, ведь он еще может развлекать толпу. А вот обучение нового бойца – не самая простая задача. В фильме «Максимус» и другие «Гладиаторы» становятся настоящими рок-звездами. Их любят, ими восхищаются, даже сам император Комат лично спускается к Максимусу, чтобы его поздравить. Так ли все было в действительности? Судьба «Гладиаторов» была несколько противоречивой. С одной стороны, они действительно могли стать достаточно известными, и, конечно, они приносили огромную пользу своим хозяевам, ведь дать римлянам зрелищ – это один из способов попасть на какую-нибудь хорошую выборную должность и получить еще больше влияния. Но в то же время «Гладиаторы» были одной из самых презираемых групп людей в Риме. Их считали отребьем, жизнь которого ничего не стоит. Вместе с рабами и актерами «Гладиаторы» находились на самом дне социальной пирамиды Рима. «Не умирай. Иначе тебя скормят львам. Их ценят больше, чем нас». Им позволялось обнажаться на публике, что для любого уважающего себя римлянина было недопустимым позором. Поэтому и то уважение, которое завоевал Максимус у простых людей, в целом выдумано. В фильме «Император Комод» в исполнении Хоакина Феникса выглядит настоящим властителем и самодержцем. Он купается в роскоши, а никто из приближенных не смеет ему перечить. Он наслаждается своим императорским статусом и ни капли не стесняется этого. На самом деле, во время правления Комода в конце II века все было не совсем так. Это была так называемая эпоха «принципата». Тогда в Риме еще сохранялись остатки республиканской системы – сенат и народные трибуны. А слово «император» значило не то, к чему привыкли. Хоть император и контролировал все органы власти, он не был тем, кому все обязаны беспрекословно подчиняться. Он был «принципсом» – первым среди равных. Рим сохранял стойкое отвращение к монархической власти, поэтому императоры долгое время не решались объявить себя верховными правителями. Это произошло лишь через сотню лет после Комода, когда император Диоклетиан начал эпоху домината. Но под конец своего правления Комод совсем обезумел и считал себя равным богам. Он объявил себя ромулом – легендарным основателем Рима и переименовал город в колонию Комода. Недовольство выходками императора росло. Конечно, в реальности, в отличие от фильма, Комод не убивал своего отца Марка Аврели. Зато он, как и его киновоплощение, любил гладиаторские бои. В конце фильма Комод бросает вызов Максимусу и выходит с ним на дуэль. Реальный император тоже участвовал в гладиаторских боях, причем далеко не в одном – на его счету сотни побед. Конечно, никто не решался оказать сопротивление императору, а потому он всегда побеждал. Но и Комод не был кровожадным и всегда щадил сдавшихся воинов. Однако римлянам такое сумасбродство императора не нравилось. Правителю было недопустимо участвовать в таких низких развлечениях, как гладиаторские бои. Это сильно вредило его статусу и уважению в римском обществе и, в конце концов, привело к заговору. Сперва его попробовала отравить любовница Марция, а когда не вышла, его на арене задушил раб Нарцисс. В отличие от фильма, смерть реального Комода привела к смуте в Риме и кровавой войне за власть. Подробнее об этом мы рассказываем на курсе «История Древнего Рима. От становления до падения». Мы открыли для вас безлимитный доступ ко всем курсам в нашем приложении. Чтобы его получить, оформите подписку. 7 дней бесплатно, далее 499 рублей в месяц. Ссылки на приложение в описании. В фильме император Марк Аврелий хочет передать полководцу Максимусу власть в обход сына. Это и правда было возможно. Четких законов передачи власти по наследству не существовало, а сам Марк Аврелий был приемным сыном предыдущего императора Антонина Пия. И позже у власти в Риме часто оказывались люди, не имеющие никакого отношения к прошлым правителям. Но настоящий Марк Аврелий все же хотел передать власть сыну Комоду и многое для этого сделал. Так что в реальности такого конфликта, как в фильме, и вовсе не могло возникнуть. Сам персонаж Максимус полностью выдуман. Никого подобного в истории не существовало. Это скорее собирательный образ нескольких исторических личностей из разных эпох. Одним из прототипов Максимуса выступает легендарный древнеримский диктатор Цинценат. В Древнем Риме должность диктатора – это роль спасителя, который принимает на себя огромные полномочия в кризисные времена, чтобы решить проблему, а затем возвращает власть республики. Последним диктатором был Гай Юлий Цезарь. После его смерти его приемный сын Октавиан Август стал императором, и роль диктатора была уже не нужна. Диктатор Цинценат был простым фермером, но при этом умелым полководцем. Сенат призвал его в тяжелые годы для защиты Рима. Решив проблему за две недели, он вернулся домой. Позже его призвали снова, и во второй раз Цинценат также сложил диктаторские полномочия, уехав домой выращивать капусту. В Максимусе видна та же любовь к свободе и уважение традиций. Он не хочет власти ради власти, он хочет спасти страну и народ от падения, и поэтому Цинценат – идеальный прототип для такого героя. Кроме него в Максимусе можно увидеть и Спартака – раб-гладиатор, возглавивший мощное восстание против власти, которое потрясло всю республику. Он нанес несколько поражений римской армии, но в конце концов проиграл. В фильме Максимус хоть и не поднимает восстание, но выходит на дуэль с императором Коммадом и убивает его, добившись таким образом свободы для своих людей. Не так давно в Риме была найдена могила Марка Нония Макрина. Этот римский сенатор был близким другом императора Марка Аврелия. И хотя он не был полководцем, а предпочитал наслаждаться своей успешной карьерой, скорее всего, именно он и стал основным прототипом персонажа Максимуса. Помимо значительных искажений в исторических событиях, фильм также не слишком точен в деталях. Например, оружие, используемое в битве с германцами, совсем не соответствует действительности. Хотя эти катапульты и баллисты и правда существовали, их использовали во время осад. В открытом бою в германских лесах они были бы уж точно бесполезны. Точно так же и доспехи воинов, а особенно императора Коммада, имеют мало общего с реальностью. В реалиях фильма большую роль играет христианство, но в то время в Риме это было невозможно. Эта религия оставалась маргинальной и катакомбной, а христиан преследовали и истязали. Прошло много лет, прежде чем люди смогли открыто говорить о своей вере. Также неправильно показана роль сената. Кажется, будто бы римский сенат – это настоящее народное представительство, избранное людьми и правящее для них. На деле, конечно, никакой демократии в Риме не было. В сенате заседали члены старейших знатных семей, которые терпеть не могли народ и постоянно боролись против влияния плебеев. Фильм «Гладиатор», конечно, далек от историчности. В небольшом временном промежутке Ридли Скотт сплел воедино тысячелетнюю римскую историю. Зато после финальных титров хочется узнать, как же все было на самом деле. А это, пожалуй, самое главное, что может нам дать историческое кино. А вам нравится фильм «Гладиатор»? Обращаете ли вы внимание на исторические неточности в кино? Пишите в комментариях. Мы верим, что знания должны быть доступны каждому. Поэтому мы открыли бесплатный 7-дневный доступ ко всем курсам правого полушария интроверта. В нашем каталоге более 200 курсов по 15 направлениям от искусства и кино до психологии и литературы. Чтобы получить доступ, оформите подписку в нашем приложении. Первые 7 дней безлимитного доступа бесплатно. Затем 499 рублей в месяц. Кроме того, даже без подписки вас ждут бесплатные аудиокурсы, лекции от экспертов и многое другое. Приложение Art for Introvert доступно в App Store и Google Play. Оформляя подписку, вы поддерживаете работу нашего проекта. Помогите нам и дальше выпускать качественный образовательный контент.